Добрый вечер, дорогие зрители. В эфире программа «Главное». Сегодня мой гость Павел Филипп, председатель Демократической партии Республики Молдова. Добрый вечер. Павел Петрович, я хотела бы сразу же начать с главных вопросов. Скажите, пожалуйста, должен ли быть политик прагматичным? Сложный вопрос, мне кажется. В своей деятельности или в публичных выступлениях я не думаю, что политики всегда прагматичны, но они обязаны тогда, когда анализируют, тогда, когда делают определенные виды или когда планируют, то должны быть прагматичными. А если должны, то как вы это понимаете? Что подразумеваете под этим словом «прагматичный»? Ну, не фантазировать, не тешить себя иллюзиями. То есть каждый шаг, каждое движение должно быть продуманное. Все политики же говорят, что они думают о народе, думают о стране. То есть каждое выступление, каждый шаг, он должен быть направлен в эту сторону. Но в то же время, естественно, что кроме этого, все думают о своих партиях, о своих партийных интересах, есть этот эгоизм политический или партийный, который иногда идет параллельно с тем, что политики декларируют. К сожалению. И мы видим это в Молдове каждый раз. Вот каждый выбор, насколько я помню, вот уже 30 лет независимости нашей страны, мне кажется, что некоторые политики декларируют одно, думая совершенно другое и поступая по третьему варианту. Мы наблюдаем даже в этой предвыборной кампании, вот нынешней предвыборной кампании, потому что, к сожалению, мы опять слышим те же месседжи, которые разделяют наше общество. Вот это я никогда не воспринимал. Мы очень много ездим сейчас по районам, встречаемся с людьми. Сегодня у меня было три встречи в Кривулянском районе. И, кстати говоря, люди устали от этих лозунгов, которые разделяют наше общество. И я почему говорю к сожалению, и на сегодняшний день, смотрите, что мы слышим там. С одной стороны, кто-то говорит, что вот нам доверяет Европа, и мы принесем деньги из Брюсселя. Нам дадут денег. Другие говорят, что нам доверяет Москва, и мы привезем деньги из Москвы. Честно говоря, мне стыдно вот за такие декларации, потому что 30 лет независимости этой страны. Я думаю, что нам пора начинать зарабатывать самим, нам пора развивать экономику. И вот об этом нужно рассказывать людям. Не ставить человека перед выбором, черное или белое. Потому что палитра цветов, она очень многообразная. Естественно, когда ты даешь выбирать черное или белое, то человек выберет одно из двух. Но нужно идти к людям и рассказывать, что ты собираешься делать в этой стране, как ты собираешься развивать экономику, что ты будешь делать в социальном плане. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, на одной из пресс-конференций мы представили нашу программу развития страны. Молдова, Аутфилд. И мы тогда даже спровоцировали других политиков. Я лично призвал других политиков, другие политические партии, давайте на этот раз сделаем другую предвыборную кампанию. Давайте опять мы не будем поливать грязью друг друга. Давайте это будет борьба не лозунгов и деклараций, а будет борьба идей, видений для страны. И мы первые выступили и предложили национальный план развития страны. Пока я не видел, чтобы другие партии пришли с такими же планами, к сожалению. Поэтому я сейчас на предвыборных встречах не критикую своих оппонентов. Я не говорю о них вообще. Мы говорим только о том, что мы сделали, и о том, что мы собираемся делать. И мы доказываем вот это. Вот об этом идет речь на наших предвыборных встречах сейчас. Вы прямо сняли с уст у меня вопросы, и на них же я ответила. Я хотела спросить. В 2009 году революционная эйфория ждала перемен и движения к европейскому будущему. Через 12 лет мы находимся в той ситуации и в этой студии. И я хотела бы спросить, почему это будущее не случилось? Почему в 2009 году была эта эйфория, было это желание? А вот мы сейчас находимся в этом году, мы в этой студии. И почему это не произошло, оглядываясь? У меня есть своя версия, конечно, потому что, вы смотрите, мы как-то по синусоиде управляли нашей страной. В самом начале, когда мы стали независимыми, была такая эйфория. И вот этот отход от Советского Союза, и все такое. Просто к власти пришли старые номенклатаристы. И ничего в этой стране не случилось. Прошло определенное количество лет. Люди разочаровались. Ностальгия по прошлому, что было лучше тогда. И к власти пришли те, которые говорили о прошлом и ориентировались в сторону России. Прошло 8 лет. Опять же, ничего хорошего в стране не случилось. Люди не почувствовали больших перемен и улучшений. И пришли к власти те, которые предлагали европейский вектор. После этого опять ничего хорошего не случилось. Люди, мне кажется, разочаровались. Поэтому ответ на этот вопрос очень прост. Мне кажется, что все, которые говорят о геополитике, я имею в виду наших политиков, они просто прикрываются этим. Первое. Второе. Легче добиться голоса у избирателя, когда ты ему ставишь вопрос, ты с Россией или ты с Европой. У каждого человека есть ответ на этот вопрос. Но мне кажется, это неправильно поставленный вопрос. Потому что, если мы спросим у людей, а вы хотите зарплату выше, дороги лучше, школы качественные, больницы и все такое, то я вас уверяю, что все скажут да. Поэтому людям надо это предлагать, а не спекулировать на различные геополитические проблемы. Поэтому они только для этого. Это политическая технология для того, чтобы легче убедить своего избирателя. Вот и все, что случилось в этом плане до сих пор. И не надо искать врагов вне нашей страны. Потому что кто-то против России, кто-то против Европы. Мы сами внутри себя враги. И решение всех проблем мы должны находить внутри нашей страны. То есть это совершенно ложный путь, когда думают, что вот нам Европа поможет, Москва нам поможет. Ну, вот представьте себе, я не знаю, человека, который каждый месяц одалживает денег у соседей. То у одного, то у другого. Придет определенное время и скажет, слушай, а ты не хочешь устроиться на работу, заработать денег и еще вернуть нам долги и сам как-то жить на своей зарплате? То же самое происходит и с Молдовой. То есть сколько можно там держаться и просить денег у соседей, в Европу, в России и все такое. Вам не кажется, что мы должны уже зарабатывать собственные деньги, засущить рукава и начинать работать? Поэтому геополитика и вопросы, которые разделяют наше общество, это самые дешевые политические технологии, чтобы быстрее добиться голоса избирателей. Сложнее тот путь, который выбрала демократическая партия. Мы не говорим о геополитике на сегодняшний день. Мы говорим о том, что нужно сделать в этой стране для того, чтобы мы развивали экономику, откуда мы получим больше денег в бюджет и откуда мы обеспечим людям благосостояние. Другая схема и структура, чтобы люди жить лучше нету, к сожалению. И мы об этом говорим. Я абсолютно уверен, что люди в конечном итоге поймут это. Потому что мы даже вот в этом плане, о национальном развитии нашей страны, мы не просто говорим, что мы будем делать. Он построен по структуре, что мы показываем, что мы сделали и что мы будем делать дальше. И мы доказали в течение трех лет, сколько демпартия руководила правительством. Все те хорошие программы, которые были начаты тогда, «Хорошие дороги», «Доктор Петр Тиньев», «Вьяц», «Первый дом». Они были... Которые, кстати, до сих пор приема кассы. Хороший проект. Более 6 тысяч молодых семей купили себе жилища. Все эти проекты были финансированы нашими собственными деньгами. Деньгами, которые мы заработали и получили в бюджет. То есть это от того, что нам удалось развить экономику. И, вы знаете, я говорю, что цифры не могут врать никогда. Есть цифры, есть статистика, как в нашем периоде и внутренний валовый продукт вырос, и экспорт, и инвестиции, и по всем показателям был рост. По ценам ценно снижались в тот период. Поэтому мы доказали, что без внешних займов, без внешних денег можно зарабатывать собственные деньги и воплотить там хорошие проекты. Мы в тот период принесли в бюджет больше на 15 миллиардов лей, чем мы планировали. Потому что мы создали более 170 тысяч, по-моему, новых рабочих мест. Только в свободные экономические зоны инвестиции составили более 160 миллионов долларов. То есть вот как нужно работать. Но за этим всем стоят очень много реформ, которые мы тогда сделали. Просто так инвестиции не приходят. Во-первых, начали развивать дорожную инфраструктуру. Мы уменьшили в три раза разрешительные акты. Мы уменьшили количество этих учреждений, которые занимаются проверками. То есть мы ослабили немножко бизнес. Мы провели тогда фискальную реформу, налоговую реформу. И все в этом в сумме, то есть это принесло просто больше денег в бюджет, потому что было больше инвестиций. И вот эти деньги мы направили на социальные инвестиции. Мне должна сказать, что в пору в бытность, когда я была шеф-редактором портала о культуре, мне часто приходилось сталкиваться с Моникой Бабук. И я должна сказать, что в кругах, в кулуарах деятелей искусства и культуры говорят, что она была одним из лучших министров культуры на тот момент. Она действительно сделала достаточно много. И я должна сказать, что она достаточно демократична. И работа с ней действительно есть по факту. И она была продуктивной. Я видела, как человек готовился. По работе мне не приходилось, а скажем так, мне посчастливилось наблюдать, как она работает. И я должна сказать, что да, действительно. Она показала себя, как очень хороший, эффективный менеджер. Мне очень было приятно работать с ней, было приятно общаться. Ну это так, отступление личное мое. У нас была хорошая, вообще хорошая правительственная команда. Потому что в ту пору мы можем взять любую отрасль, и по каждой отрасли, по каждому министерству вы увидите хороший результат. В том числе и Министерство внутренних дел. Тогда повысилось доверие в полиции до 46%. Было очень низкое. То, что говорите, в области культуры и образования очень много сделано. Потому что, я думаю, что работники культуры запомнят навсегда, тогда мы в три раза увеличили заработную плату, по-моему. Увеличение заработных плат было и в образовании, и в здравоохранении на 83-84%. Мы провели тогда пенсионную реформу. Все много говорили, знаете, но не нужно говорить, не нужно болтать, а нужно делать. Это была хорошая реформа. Но в конечном итоге пенсии возросли на 47% в тот период. Я, наверное, даже не перечислю всего того, чего мы добились за тот период. К сожалению, после 2019 года Молдова как-то остановилась. Все заблокировалось. То есть, все проекты хорошие, которые мы запустили, дальше не пошли. И есть спад по всем показателям. Поэтому я абсолютно уверен, что наш избиратель, то есть, это рациональный человек, он сможет отличить тех, которые просто говорят, и тех, которые дело делают. А как так произошло, что бывшие соратники, коллеги в правительстве сегодня говорят о том, что нужно очистить страну от тех, кто ее захватил? И о годах правления, как о захваченном государстве, о коррупции, об олигархии, ну и вот такие подобные негативные сравнения. Как так получилось? Ну, это нужно рассматривать. Мы сейчас предвыборной кампанией. Все эти декларации нужно рассматривать через так называемую предвыборную лупу. Понимаете? Естественно, что каждый пытается что-то сказать, чтобы привлечь внимание своего избирателя. Все намного, очень сильно преувеличено. И каждый пытается, я еще раз говорю, сложнее идти к человеку и объяснить вот эту национальную программу. Откуда ты возьмешь деньги, как ты будешь развивать экономику и все такое. И проще вот приходить с такими страшилками, я не знаю, внешнее управление страной и многое другое. То есть, то, что мы слышим на сегодняшний день по телевизору. И в том числе по захваченному государству и все такое. Проще и легко говорить, нужно дело делать. Вот мы доказали, что мы смогли добиться экономического роста, смогли добиться роста по всем статьям в нашей стране. Теперь пускай другие доказывают это. Просто какие-то лозунги. Я помню, в то время, как тоже критиковали правительство, которым я руководил. Вот есть схема, там на железной дороге воруются под 200 миллионов. Я не помню, сколько там такие бешеные цифры были. Люди добрые. Пока я управлял правительством, железная дорога работала нормально. На железной дороге мы сократили, мы выплатили все заработные платы, не было долгов уже в концов. Нас уже нету больше двух лет. Что случилось после нас, если мы воровали, где деньги на сегодняшний день? Почему предприятие стоит? Почему задолженности по заработной плате? Что вы сделали? Нас критиковали тогда, я помню, какие-то схемы по электроэнергии. Хорошо, нас нет уже двух лет. В пору нашего правления тарифы уменьшились на электроэнергию. Почему после нас увеличились одни, если вы говорите, что тогда воровали. То есть, одно дело, декларации пустые, популистские, и другое дело, что вот есть цифры, есть статистика, которая говорит о настоящем. А скажите мне, пожалуйста, вот я заметила такую интересную вещь. Приходит новое правительство, приходят новые политики во власть. И сразу же это начинает рассматриваться под призмой какой-то критики. Я не заметила. Это тенденция, с чем это связано? Это ментальность. Почему не дают возможности проявиться? Это нет терпения. Почему замечают в любом правительстве, я не имею в виду только ваше, вообще любое правительство, почему замечают какие-то недочеты, но при этом не видят то хорошее, что было сделано? С чем это связано? Почему это происходит в нашей стране? Почему мы даже нашему оппоненту, который приходит и говорит, окей, хорошо, я готов сделать вот сейчас для страны так и так и так. Почему мы не даем ему это право и почему мы не готовы ему помочь? Это опять разделение общества? Это о чем? Вы знаете, я думаю, что это общий, может быть, и менталитет, наверное, общий уровень политической культуры в стране. даже сегодня разговаривал с людьми, я говорю, давайте вспомним там былые времена. У нас есть церкви, которые строились по 200 лет, по 300 лет в европейских городах. То есть ее же не строил один человек, одна команда. Кто-то построил фундамент, дальше пришли другие, достроили стены, потом крышу и все такое. И вот это строилось в течение 300 лет, например. А у нас почему-то подход другой. Кто-то начинает строить, когда приходят другие, обязательно должны все снести и начинать строить по новой. А после них приходят, опять все сносят и начинают строить по новой. Поэтому, наверное, после 30 лет независимости, к сожалению, в Республике Молдова у нас нет дорог, у нас нет водоснабжения, у нас нет канализации. То есть нет элементарной и базовой инфраструктуры, на которой должна развиваться эта страна. Вот я помню, когда я был премьер-министром, мы сделали реформу правительства. Реформу центральной публичной администрации. и там была логика в этой реформе. Да, мы уменьшили количество министерств. Но мы в то же время создали институт госсекретарей. Госсекретарей, которые нельзя, они не приходили и не уходили вместе с министрами. Потому что министр это политическая фигура. демнистат публика. Не знаю, как по-русски. Госсекретарей, они должны были оставаться и работать. Вот после того, как мы ушли, новое правительство, они изменили закон для того, чтобы можно было поменять этих людей, то есть уволить их. И что хорошего мы должны ожидать в будущем. Потому что меняется, мы имеем выборы, меняется премьер-министр, с министрами и не только они, а меняется все на уровне госсекретарей, все затаскивают своих людей. А где будет эта память институционная? Кто будет дальше, как я говорил, кто будет строить дальше с того пункта, где остановилось прошлое правительство? Почему мы должны все сносить? В этом вот наша проблема. И потом мы удивляемся, почему у нас растет преступность, например. А как преступность не будет расти? Сменилась правительство, сменился министр внутренних дел, он начинает увольнять всех, вплоть до участковых полицейских, потому что должны ставить людей своей партии. Конечно, приходит человек, новый человек, он не знает, что творится на его участке. Комиссар не знает, он должен все изучать, понимать и все такое. Он должен войти в дело. Если у нас в течение года меняются три министра, вот этих всех людей меняем. то есть у нас очень сильно все политизировано, понимаете. Но должно быть совершенно по-другому. Поменяли министра, потому что это политическая фигура, и все, дальше никто не должен лезть, потому что должна быть эта институциональная память, и мы должны развивать и доводить те стратегии, которые были утверждены дальше. Кстати, говоря, вот я вспомнил, по поводу реформы правительства. Я видел много критики, что вот слишком мало министерств, не нужно было объединять некоторые министерства. Я просто поражен, потому что те люди, которые говорят, в том числе люди, которые занимали пост премьер-министра, они просто не читали закон о правительстве, потому что тот закон о правительстве, который мы разработали и утвердили, он дает возможность каждому премьер-кандидату на должность премьер-министра сформировать собственную структуру правительства. То есть вот у тебя есть правительственная программа. Для того, чтобы воплотить эту правительственную программу, ты создаешь себе структуру правительства. Хочешь создать себе 30 министерств, никто тебе не мешает. Хочешь работать с 10 министерствами или с 9. Поэтому критикуют даже не читая закон о правительстве. Мы создали этот комфорт для того, что раньше как было. Есть кандидат на должность премьер-министра, должны были изменять закон каждый раз. На сегодняшний день не нужно этого делать. Поэтому просто я вспомнил об этом вопросе. Пускай читают закон, то есть очень хороший закон, и создайте себе ту структуру, которая вам будет удобнее и поможет вам воплотить в жизнь правительственную программу. Один из дипломатов Евросоюза в личной беседе со мной как-то сказал, что в Республике Молдова прекрасное законодательство, прекрасные европейские законы. Проблема не в том, что нет законодательства, проблема в том, что оно не соблюдается и никто не работает в рамках этого законодательства. Так он выразился, я не знаю, насколько он прав. Вы были премьер-министром страны и даже один день не исполняли обязанности президента. Как Вы оцениваете свою работу на этом посту? Я задаю этот вопрос не просто так, потому что я знаю, как оценивают эту работу Ваши оппоненты, но мне бы хотелось услышать Ваше мнение. Как Вы ее оцениваете? Вы знаете, наша программа называется Молдова Альтфелл и наш лозунг ФАПТИЛИ ВОРБЕС. То есть о нас говорят те дела, которые мы сделали. Поэтому я не хочу давать оценку своей работы и работу своего правительства. То есть за нас цифры говорят. Элементарно, вот откройте статистику за те годы, которые мы управляли, и Вы увидели. Даже Вы увидите это очень и очень просто. Вот, например, вот есть такие графики. внутренний валовый продукт, да, до нас в 15-м минус 0,3 наше правительство плюс 4,4,4,4,4,5 в 15-м году минус 0,3 и начинается 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 4,4,4,7, 4,3, мы ушли минус 6,5. И вот эти графики, ну, что угодно. Вот давайте возьмем по цене на лекарства, да, вот до нас они были, мы пришли минус 2,6, минус 6,7, на сегодняшний день уже плюс 0,5,1. По электроэнергии то же самое. Экспорт, пожалуйста, до нас минус 15,9, наш период плюс 18,6, мы ушли вот минус 11,1. любую отрасль возьмите. Или вот инвестиции, например, до нас минус 18, плюс 11,6, минус 11,9 на сегодняшний день. То есть почему, как я могу говорить о том, что мы управляли плохо, или что правительство работало плохо. Другое дело, если на уровне общего предприятия, как политически себя вела партия, которую мы представляли, и многое другое, то есть это, к сожалению, создало то восприятие, которое есть в обществе. А так, я много не хочу говорить. есть цифры, есть статистика, любой человек может открыть, и ты ничего против этого не можешь говорить. Когда просто на словах можешь что-то поспорить, но когда перед тобой есть цифры, ну, тогда трудно наверно спорить. Павел Петрович, вы говорите о валовом продукте, простой зритель, простой гражданин страны, для него валовый продукт не говорит ни о чем. С ним надо говорить на простом, понятном языке. Если мы так говорим, он понимает, сегодня хлеб стоит столько, завтра стоит столько, сегодня электричество стоило столько, завтра оно стоит столько, а когда-то оно стоило столько. Если возвращаясь В июне 2019 года был политический кризис. Вы как непосредственный участник, как оцениваете ситуацию тогда и ситуацию сейчас? Потому что мы сейчас тоже в предвыборной кампании, связанной с политическим кризисом, который случился. Как вы их оцениваете? Они в чем-то похожи? Есть в чем-то разница? Есть и схожесть, есть и разница. Во-первых, вы должны знать, какое было мое мнение. С самого начала, когда начался этот политический кризис, мое предложение я настаивал на том, что мы должны просто уйти из правительства. Создали новое правительство, пускай они и управляют. Внутри партии было очень много разговоров, поэтому все эти консультации, в том числе с нашими внешними партнерами, это заняло 4 или 5 дней, потому что мы не ушли в понедельник. Я помню, сделал брифинг в пятницу, и мы ушли из здания правительства. Первое. Второе. Те, которые говорят об узурбации власти в то время, то есть это нонсенс. Я вам объясню, почему. Потому что да, в самом деле тогда я подписал декрет о распуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов, потому что председателя парламента уже не было. И согласно Конституционному суду, то есть это должен был сделать я. Все было в рамках тех решений, которые принимал Конституционный суд. Первое. Второе. О каком узурбации можно говорить тогда, когда ты распускаешь парламент, потому что парламент не нужно было распускать, тогда, когда ты назначаешь дату парламентских выборов. То есть узурбация власти это тогда, когда ты не хочешь отдавать власть. И наоборот, если и все, когда говорят об узурбации власти или в период попыток узурбации власти, все просят досрочно парламентских выборов. То есть то, что мы предложили. Поэтому ничего общего с узурбацией власти не было тогда. И давайте сделаем параллель с тем, что случилось в этом году. Тогда то же самое было. Истекло три месяца, и парламент распускается. На сегодняшний день та же самая ситуация. Истекло три месяца, парламент распускается. Только тогда все говорили, нет, 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 даже если истекло три месяца. Но если есть большинство парламентское и есть предложение назначать правительство, то это правительство нужно назначать. Вот на сегодняшний день, пускай два года, мы видим совершенно другое. То есть прошло три месяца, даже если было большинство и возможность назначать правительство, сказали, нет, нужно идти на досрочные выборы. Я здесь остановлюсь и пускай рассуждают или делают выводы наши зрители. Ну, тогда вот на этой интересной ноте мы прервемся. Реклама на 21-м канале. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Я напоминаю, что в эфире программа «Главный» и мой сегодняшний гость Павел Филипп. – Павел Петрович, я хотела бы продолжить разговор все-таки про кризис, вернуться к нему и 2019 года, и вот последующий за ним кризис сейчас, в 2021. Как оценивать назначение и снятие ключевых фигур в органах власти? И какую роль играет Конституционный суд в данном случае? Потому что многие уже на сегодняшний момент говорят, что Конституционный суд, он узурпирует власть, либо же Конституционный суд не соблюдает Конституцию, законодательство и так далее. Как бы вы оценили эту роль? – Ну, слушайте, во-первых, есть правила, когда не обсуждают решение Конституционного суда, то есть в нормальном обществе, с нормальной политической культурой, не обсуждают решение Конституционного суда, их воспринимают такие, какие они есть. Но вы тут правы, потому что я не хочу говорить о двойных стандартов в нашей стране, но иногда создается такое впечатление. Вот я вам привел один пример. То есть практически есть некоторая схожесть в ситуациях 2019 года, 2021 года. Тогда истекло три месяца. Нет, нужно назначать правительство. На сегодняшний, в этом периоде истекло, не надо назначать правительство. Но это не самое главное. Мне кажется, просто мы должны говорить не только о Конституционном суде, а о политическом классе в целом. Потому что вы смотрите, в последнее время, какое большое количество обращений идет в Конституционный суд. То есть даже есть много шуток, что будем обращаться, отменить результат какого-то футбольного матча или я не знаю что, давайте будем обращаться в Конституционный суд. То есть это говорит о слабом политическом классе. То есть по большому счету проблемы должны решать между собой политические формирования, которые находятся в парламенте. А не обращаться каждый раз в Конституционный суд для того, чтобы дали толкование одному или другому вопросу. Поэтому я думаю, что не нужно вырывать из контекста, а картину нужно рассматривать в целом. Если рассматривать картину в целом, если вы говорите, что есть некоторая схожесть, есть двойные стандарты, нужно ли менять законодательство? Может, нужно какие-то применить меры для того, чтобы подобные ситуации не возвращались? Или это же нормально? Нет, это не нормально. Я как-то уже говорил на эту тему, и мне кажется, что мы в Молдове, одной из больших проблем в том, что мы еще до конца не определились, какая форма правления в нашей стране. С одной стороны, мы говорим, что мы парламентская страна. С другой стороны, мы видим влияние и пытаемся отдать большое влияние президенту страны. Поэтому у нас есть эти бесконечные споры. Помните те времена, когда парламент распускался, потому что не могли избрать президента? То есть не находилось достаточное количество голосов, 61 для того, чтобы избрать президента. То есть в парламентской стране это не нормально. В парламентской стране основные выборы – это парламентские, и дальше парламент все решает. То есть президент – это символическая фигура. И у нас был период, когда президент был как символический период. Потом вот сейчас поменялось все. Мне кажется, вообще создали какой-то такой опасный прецедент, то, что произошло в этом году. Потому что после этого любой другой президент скажет, что ему не нравится структура парламента, и он сможет распустить парламент точно по такой же формуле. А где гарантия, что после этих досрочных парламентских выборов президент не скажет, что мне не нравится структура нового парламента, я не буду выдвигать премьер-министра, или я буду выдвигать ту фигуру, за которую вы не проголосуете. То есть вот это ненормально. И мне кажется, это будет продолжаться до тех пор, пока мы сами не определимся, какой все-таки форма правления в нашей стране. И не имеет значения, какое там. Пускай это будет как всеми президентская республика или парламентская республика, но мы должны определиться конкретно. Я ратую, конечно, за парламентскую республику, потому что мне кажется, это самая демократическая форма правления. И в этой форме основная борьба идет на парламентские выборы. Партия, которая набрала больше всего голосов, выдвигает кандидатуру на должность премьер-министра, потому что борьба идет за правительство. И все, создается большинство, и начинаешь работать на благо своей страны. Но не должны быть вот такие барьеры, которые ты спотыкаешься и не можешь никак идти дальше. Как вот, например, сейчас не могли назначать правительство, потому что президент выдвигает не ту кандидатуру, которую там выдвигает парламентское большинство, или распускается парламент, как раньше было, потому что мы не могли избрать президента. Вообще, вот это все странное, что у нас случилось, потому что без того, чтобы изменить Конституцию, мы перешли как-то на избрание президента всей страной. То есть очень много интересных вещей происходило у нас в стране, поэтому, мне кажется, пройдут эти выборы. Я думаю, что политический класс вообще должен сесть, найти общий язык, определиться, какая форма правления должна быть у нас в стране, изменить Конституцию, сообща найти общий знаменатель, и после этого, мне кажется, у нас будет меньше блокировок в этом плане. Мне казалось, что демократия – это всегда уважение мнения большинства и уважение того выбора, который делает народ. Я не могу, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что раз люди выбрали так, и они выбрали такой парламент, они изъявили такую волю, значит, нужно работать с этим парламентом, иметь уважение к ним и находить не точки противодействия, а точки соприкосновения. Это мое личное мнение, как журналиста, может быть, или как простого гражданина. Я не вхожу во власть, и поэтому мне сложно понимать, какие процессы там происходят. Вы совершенно правы. Просто всегда находятся различные предлоги. Например, то, что произошло сейчас, то есть декларации были такого типа, что прошлые парламентские выборы, они не были совсем демократичными, там было захвачено государство, поэтому этот парламент не представляет волю народа и так далее. Просто я почему говорил, что создали опасный прецедент? Потому что после этого может быть другой президент, который скажет, подождите, а то, что было сделано раньше, это было под влиянием внешних партнеров, под влиянием того и все такое. Это было не наше там суверенное решение. Поэтому мы отменяем все, что было, и мы распускаем этот парламент. Следующий президент может сказать такое, что вот тот парламент был избран не так, как мы думаем, под подавлением внешнего. И что ты ему скажешь? У каждого будут свои аргументы. Поэтому нужно стараться не использовать двойные стандарты, потому что это создаёт опасные прецеденты для будущего стран. Важной новостью этой недели, я не могу об этом не сказать, конечно же, раз мой гость сегодня в студии, уход нескольких примаров из демократической партии. Я считаю, что это серьёзный удар для партии, особенно в разгар избирательной кампании. По-моему, даже вы так выразились на эту тему. И вы заявили, что им заплатили около 25 тысяч евро. Как думаете, кому это нужно и что стоит за этим? Ну, элементарно, то есть то, что борются с демократической партией, то, что атакует демократическую партию, я и мои коллеги понимаем очень хорошо, что значит, они боятся демократической партии. Вывод только один. Почему не атакуют другие партии? Почему не идут подкупать примаров из других партий? Потому что они имеют меньшее значение, чем демократическая партия. И я говорю это с пониманием этого дела, потому что я каждый день встречаюсь с людьми в территориях, в районах. И я вижу, насколько сильны внутренние организации и вообще инфраструктура нашей партии, демократической партии. У нас на сегодняшний день 7 председателей районов. У нас 170 примаров, более 200 районных советников, более 2300 местных советников. Поэтому все пытаются на сегодняшний день где-то спрятать демпартию, не показывать в вопросах, там и все такое. Потому что демпартия сыграет ключевую роль в следующем парламенте. И есть те, для которых это жизненно важный вопрос. То есть не допустить, я так понимаю, чтобы не допустить создание проевропейской коалиции. Потому что демпартия на этот раз, мы точно, мы четко говорим, что мы создадим проевропейскую большинство в парламенте. Есть определенные персонажи, которые работают против этого. Из той информации. Это что касается страшен, то есть они работают уже где-то в течение полугода. Потому что для них важно было. Я баллотировался по этому округу страшенных, это мой родной район. И они хотели показать, что да, там был хороший результат у Филиппа, был хороший результат у демпартии, но вот некоторые из его людей его покидают. А иначе, вот просто вы можете логически объяснить то, что примар из моего родного села подписал декларацию, что он уходит из демпартии, не будучи членом демократической партии. То есть он никогда не был, его и нету, он не член демократической партии. Почему он подписал эту декларацию? Я ему звонил, он говорит, ну ко мне подошли, попросили, и все такое, поэтому я подписал какие-то старые обиды. Я говорю, ну ты же не член партии. Ну да, но вот, то есть вот такое. И я знал, что они над этим работают уже где-то полгода. Информацию, которую я услышал вчера, мне передали, нужно еще это проверить до конца. Я думаю, что будут доказательства. В общем итоге, по кругу им заплатили около 25 тысяч евро. То есть, ну, я понимаю, что это делается в разгар парламентской кампании, для того, чтобы показать это, деморализировать моих коллег. Но у них это не получится. То же вчера, я же был в Шелданештах, у меня было 4 встречи. Вот один примарк, мне говорит, что несколько месяцев тому назад к нему тоже подошли наш один бывший член партии с директором АИПа. Это агентство по инвестициям в сельское хозяйство. И просто подошли к нему и говорят, у тебя есть проект у нас в АИПа? Да, есть проект. Но если хочешь, чтобы он прошел, то должен покинуть демпартию и подойти к нам. Поэтому я и возмущаюсь сейчас, что вот мы пошли на досрочные парламентские выборы, но ничего не изменилось в стране. Вот институты власти, там министерства, агентства работают по-старому, управляют те же люди, и они используют по полной программе вот этот административный ресурс. Я считаю, что в этом была ошибка, потому что предложение демпартии было совершенно другое. Мы тогда предлагали все-таки назначать правительство. Поэтому мы тогда и вышли из коалиции с партией социалистов, для того, чтобы дать возможность президенту выдвинуть и назначать новое правительство. И мы дали такую возможность госпоже Майя Санд. Просто жажда идти на досрочные выборы как можно быстрее заставила ее не выдвигать кандидатуру. То есть это только они создали видимость, что предлагают и пытаются назначать правительство. И ушли от ответственности. Не хотели брать на себя ответственность правления страной. Поэтому управляют те же люди, которые управляли раньше всеми министерствами и агентствами. И не может быть и речи на сегодняшний день о чистых, прозрачных, хороших парламентских выборах. И если бы шли по нашему сценарию, назначили правительство, совершенно другие министерства, неконтролируемые никем, можно было назначать техническое правительство. И на это тогда были голоса, которые должны были согласиться те из партии действия ПДАРК. Но, к сожалению, они не захотели. Поэтому я совершенно не уверен, что следующий парламент будет намного чище и лучше, чем парламент, который был. Потому что правила игры в период предвыборной кампании не изменились. Играют по тем же старым правилам игры. Просто они чувствуют себя на гребне волны. И поэтому рассчитывают на большее количество мандатов. Поэтому это ничего общего не имеет как с улучшением или с очищением политического класса. При этом вы заявили о том, что не может одна партия управлять страной демократическими методами. Да, и я придерживаюсь этого декларации. Потому что, как, это правила природы. Когда это противоестественно и противоречит демократическим правилам. Вы смотрите, чем оперируется на сегодняшний день. То есть поступают поступают таким образом или таким образом, какие раньше критиковали. К большому счету. И поэтому, когда одна партия, то есть, ну, они считают... Это как-то... Мы как уйдем немножко в диктатуре власти. Я не верю в настоящие демократии, когда она партия, одна партия во главе, и она все принимает решение и решает сама. Потому что история показала, коалиционное правительство, да, там много спорят, но там есть все эти механизмы, которые контрбалансируют принятие решений. Я последний пример вам приведу. Вот мы были в парламентском большинстве с партией социалистов. И более или менее там мы уравновешивали действия правительства, там много спорили. Не всегда получалось так, как мы хотим. Но мы их притормаживали в принятии некоторых решений. Мы вышли из этого большинства, и все пошло как-то совершенно в другую сторону. Помните, конец прошлого года, все эти законы, популистки, там, все такое, которые были назначены, направлены на то, чтобы как можно больше, быстрее использовать деньги, потратить бюджетные деньги на какие-то социальные проекты. Денег в бюджете нету, вообще финансовая проблема возникает, и всю эту ответственность возложить на новоизбранного президента. То есть, такая была изначальная стратегия, потом что-то изменилось у них, и они как-то непонятно, что вышло в конце концов, потому что не возложили ответственность на другого, не ушли с правительства, не контролируют до конца, но что-то такое непонятное получилось. Ну, раз вы заговорили о президенте, в 2016 году вы сказали, я голосовал с мыслью о том, что следующий президент будет по-настоящему понимать, в чем Молдова нуждается. Как считаете, президент Молдовы по-настоящему понимает? Ну, если будем откровенными, я не считаю, что нынешний президент это президент всего народа. Я думаю, что видно, что представляет интерес одной партии, и я не скрою, даже на одних из последних консультациях, которые у нас были с президентом, я сказал, что вы президент страны, но вы, к сожалению, действуете еще как политик, но вы должны действовать как государственный человек, или как умдестат. Да, государственник. Как государственник, да. Поэтому, я думаю, что если бы думали тогда как государственник, тогда нужно было назначать правительство, решить наболевшие проблемы, а это, во-первых, разблокирование внешнего финансирования, потому что у нас половина из бюджетного дефицита предусмотрена законом о бюджете, что будет покрываться внешними займами. внешние деньги это Международный валютный фонд, это Всемирный банк, это Евросоюз. Никто из них не дадут нам денег, потому что у нас нет функционального правительства. И я думаю, все прекрасно понимают, нет правительства, не с кем вести переговоры, некому разрабатывать законопроекты для того, чтобы выполнить все условия, которые перед тобой ставят, и у нас не будет денег. То есть это как минимум половина из бюджетного дефицита у нас в этом году не будет покрыта. Поэтому я думаю, что мы это еще почувствуем. Первое. Второе. Нужно было правильно управлять этой пандемией, правильно организовать процесс вакцинации людей, помогать социально людям, а также помогать бизнесу, который пострадал в результате в этой пандемии COVID-19. Вот это были основные задачи перед правительством. И мы тогда говорили, давайте назначим правительство. Вот несколько основных задач. В течение месяца они приходят со всеми этими законопроектами в парламент. Мы их голосуем. После чего парламент в течение трех месяцев не созывается и наступает конституционный момент распуска парламента через три месяца. То есть у нас должны были быть выборы, досрочные выборы в сентябре или октябре месяце. Ничего страшного бы не случилось в этой стране, но зато все это время у нас было бы функциональное правительство, то есть полноценное правительство, которое может вести переговоры с внешними партнерами, которое может управлять делами в стране. Потому что давайте чего мы будем за паре спрятаться, когда правительство в отставке, но никто не работает в этом правительстве. Все сидят и ждут, кто будет возглавлять правительство, кто будет министр, а оставит ли он меня работать или не оставит работать. Поэтому сейчас по большому счету мы должны признать в нашей стране хаос. поэтому у нас кидают, забрасывают гранаты во дворах, похищают людей и все такое. Из-за этого никто не управляет качественно процессами в нашей стране. Это было бы прагматичное решение, я так понимаю. Это абсолютно прагматичное решение, просто здесь есть политический эгоизм. А, это политический, почему так спешили, почему не через три месяца? Это из-за политического эгоизма? Потому что элементарное. Думаю, чем больше времени проходит, то как-то падают рейтинги, понимаете. И наоборот, то есть у них есть свои расчеты. То есть чем быстрее не успеет упасть рейтинг, и мы добьемся большего количества мандат. То есть элементарно я называю вещи своими именами. В этом и заключается позиция государственника. Даже в ущерб тебя, но ты должен думать в первую очередь о том, что будет происходить в стране в этом периоде. Вы заявили, что готовы сформировать коалицию с ПДС. Если пройдете в парламент, каковы шансы, на ваш взгляд? Вы знаете, я просто скажу, мне часто задают этот вопрос в последнее время. Я честно скажу, и запомните нашу сегодняшнюю передачу, вы будете удивлены результатом, который получит демократическая партия на этих выборах. Я понимаю различные передачи, опросы, которые рисуют даже институт медиа. На сегодняшний день, когда выходит опрос, они говорят, да, это аффилирован той партии, этот аффилирован той партии. То есть я не обращаю на них внимания. Я обращаю внимания на встречи, которые у меня есть каждый день с моими коллегами из района и на встречи, которые я имею каждый день с людьми в территории. А люди говорят совершенно о другом. Люди говорят совершенно о другом, и они понимают, что сделала демпартия. И еще раз говорю, у нас достаточно ресурсов, и самый основной ресурс это человеческий ресурс. У нас хорошие люди, у нас профессионалы, их уважают в территориях. Список кандидатов на должность депутата в парламенте, я думаю, самый качественный это у демократической партии. У нас люди, которые представляют регионы буквально с первого до последнего. То есть это люди, которые представляют регионы. По большому счету, эти парламентские выборы для демократической партии демократической партии пройдут по принципу округов. То есть у нас из каждого района есть представитель в списках. Поэтому непосредственно голосуя за демпартию, они будут голосовать за своего человека, который будет представлять свой регион, свой район. И в этом сила демократической партии. Еще раз повторяю, в качестве людей, в профессионализме наших людей. То есть это бывшие председатели районов, это бывшие министры, бывшие примары, а не те люди, которые мы можем найти по спискам других партий, которые нигде не работали. И первое место работы это парламент Республики Молдова. По мнению, я хотела отметить, что по опросу Ассоциаций социологов и демографов, это возглавляет ее Виктор Макан, это государственная ассоциация, на вопрос, как вы считаете, кто из политических деятелей лучше всего справится с должностью премьер-министра, Павел Филипп набрал 4 с лишним процента и обогнал Игоря Гроссу. Это при том, что многие аффилированные СМИ и медиа говорят о захваченном государстве, о коррупции, о многом другом. И я должна сказать, что учитывая сам факт, это неплохое показатель, на мой взгляд. Еще учитывая, что они занесили все это, потому что я знаю, как они делают эти все опросы. Дмитрий Дьяков сказал, наша страна должна поддерживать сбалансированные отношения с соседними государствами, особенно с Российской Федерацией и Румынией. Что вы думаете об этом? Я не думаю. Мы доказали своей работой в правительстве и мы всегда лично я говорил, что наши отношения с нашими соседями и вообще с внешними партнерами должны основываться на взаимном уважении. И мы добились этого в период нашего правления. Поэтому мы будем дальше продвигать эту политику. Молдова не должна лечь под одними или под другими. Мы должны понять, мы независимая страна и мы должны строить отношения таким образом, чтобы мы уважали друг друга, а не чтобы нам указывали пальцем, чтобы нам диктовали. Вот это я считаю правильная позиция нашей страны. Мы очень многого добились. В период правления у нас были самые хорошие отношения с Румынией. У нас были самые хорошие отношения с Украиной. В течение того периода мы даже добились того, что мы полностью контролировали нашу границу с Украиной, в том числе по Приднестровскому периметру. Благодаря наших хороших отношениях, потому что мы тогда установили на территории Украины наших пограничников и наших таможенников. Это потому что было взаимное доверие. Что касается Румынии, мы начали развивать очень много проектов. И именно инфраструктурных проектов. Давайте вспомним газопровод, который сдан в эксплуатацию. На сегодняшний день можно говорить о энергетической безопасности нашей стране. То есть у нас есть возможность покупать газ из России, покупать газ из Румынии. мы утвердили проект по подключению электрической инфраструктуры там Исакчево, Кишинёк. Первый из трех, которые мы договорились и даже идентифицировали финансирование этого проекта. Есть проект по построению новых мостов через реку Пруд. Первый из них это был мост из Унген. Мы договорились об ликвидации тарифов на Роуме. Даже был пробный период там 1 декабря по-моему, когда мы тестировали это дело и многое другое. С Россией я помню мы сразу наладили хорошие контакты на моих встречах и с господином Путиным и с Медведевым тогда. Мы даже тогда провели совместное заседание межправ комиссий с Россией. Мы разработали и утвердили маршрутный лист по решению некоторых вопросов. Потом уже после президентских выборов господин Дадон хотел монополизировать все, что касается Москвы и России. У нас пошло немножко не так. Но в самом начале у нас хорошо получилось и мы нашли общество. В последнее время все чаще слышны какие-то тенденции к радикализму. И даже Дмитрий Дьяков сказал о том, что внутренний радикализм в республике не приведет ее к нужным условиям развития. Как вы относитесь к политическому радикализму или к радикализму в высших чинах власти? Это хорошо, плохо. Если плохо, то почему? Ничего хорошего в этом нет. Мы уже говорили в течение этой передачи, что, к сожалению, в республике Молдова политики пытаются радикализировать общество. И когда мы говорим об этой радикализации, это разделение общества. и это происходит не по воле народа. У нас были времена, когда мы спорили в нашей стране русские с молдаванином, с гагаузом или с украинцем. То есть раньше даже вообще не стоял этот вопрос. Это все началось, когда наши политики пришли к выводу, что, слушай, а чего я буду много себе голову морочить, чего я буду разрабатывать какие-то сложные планы развития этой страны. Давай я просто буду ставить людей на разные стороны баррикады. Я противопоставлю их. Например, давай я посчитаю. В Республике Молдова про российски ориентированных людей вот такой процент X. Про румынский процент Y. Я считаю, мне Y процентов хватит для того, чтобы я был активно в парламенте и, может быть, решал какие-то свои партийные вопросы. И поэтому я буду говорить именно об этом. То есть радикализация общества и разделение общества произошло по вине политиков. Я всегда был против этого. Демпартия всегда была против этого вообще как партийное, как политическое формирование. И мы будем дальше настаивать на то, что мы должны приходить с предложениями, с планами, которые объединяет общество, а никак не разделяет. Это сложно. Иногда люди легче воспринимают вот такие простые позывы. Иногда им это больше нравится, к сожалению. Но я думаю, что это в общей сложности зависит от политической культуры. У демократической партии есть объединяющая общество доктрина? Может быть социально-экономическое? Есть ли какие-то предложения по поводу не как разделить, радикализировать общество, а как его объединить? Вот программа, которую мы предложили. Я думаю, что мы единственная партия, которая предложила программу, которая должна объединить общество. То есть мы не говорим о геополитике, мы говорим о том, что мы должны предоставить людям благосостояние. Для того, чтобы у тебя было благосостояние, у тебя должны быть деньги в бюджете. Для того, чтобы дать зарплаты, пенсии, госуслуги, услуги здравоохранения, образования, все такое. Поэтому у тебя должна быть экономика. Для того, чтобы у тебя была экономика, откуда ты получаешь деньги в бюджет, ты должен выполнить несколько условий. В нашем плане есть предложение по улучшению экономического пространства в нашей стране. Я не буду сегодня о них рассказывать, люди имеют доступ к ним. И все это должно содержаться на каком-то фундаменте. И мы считаем, что фундамент нашего общества, который может спровоцировать экономическое развитие, должно стоять на трех столбах. Первое, это образование, потому что человеческий капитал, это самый важный ресурс нашей страны, учитывая, что мы страна с маленьким, с небольшим количеством народа. то есть у нас образование и культура должно стоять на первом месте. Поэтому один из основных столбов это образование и культура. Второе, это инфраструктура. Если у тебя нету развитой инфраструктуры, ты не можешь рассчитывать на инвесторов. Инвесторы приходят там, где есть дороги, газ, электроэнергия, вода, канализация и так далее. Нету, у тебя не будет инвестиций. И третье, это юстиция. То есть это вообще юстиция должна обеспечивать функциональность всей этой схемы. Вот идея демократической партии. И я призываю всех и сегодня, чтобы пускай приходят с другими предложениями, с лучшими предложениями, которые мы представили. Вот это должно объединять наше общество. Не говорите сегодня о внешнем управлении, давайте спасем страну, о геях, я не знаю чего, какие-то страшинки, а говорить о том, что мы должны делать для того, чтобы люди жили лучше в нашей стране. К сожалению, пока с такими идеями пришла только демократическая партия. Я жду, чтобы я готов состязаться с другими, у которых есть идеи может быть получше наших. Давайте объединим эти идеи, давайте сделаем жизнь наших людей лучше. Просто вот это должно объединить. Я рассчитываю на рациональное мышление наших граждан, нашего избирателя, для того, чтобы он мог четко сделать свой вопрос. Павел Петрович, я вас благодарю за сегодняшнюю беседу, за этот разговор. Мне было приятно и услышать то, что я услышала, и ваши ответы, и надеюсь, будет приятно слышать мнение наших зрителей. Вот такой получилась у нас сегодня беседа. Я надеюсь, вам понравился разговор. Я благодарю нашего гостя за участие разговор. Благодарю наших зрителей. Желаю вам всего самого наилучшего. Оставайтесь все самое интересное и главное на 21-м канале. Редактор субтитров Корректор А.Егорова